Тимесов Индия, Индия Чем важен визит премьер-министра Нарин Драмади на Дальний Восток? Редакционная статья Тимесов Индия, Индия 4 сентября 2019 года Основные положения Дальневосточный федеральный округ с его природными богатствами вдвое превосходит Индию по площади, однако его население составляет всего 8 миллионов. Богатый ресурсами регион открывает большие возможности перед Индией, где есть явная нехватка энергии. Вкладываясь в Дальний Восток, индийские компании смогут закрепиться на рынке, где им не придется конкурировать с западными фирмами. Нью-Дили, в среду Нарин Драмади стал первым индийским премьер-министром, посетившим российский город Владивосток. МАДИ принял участие в Восточном экономическом форуме и провел двустороннюю встречу с Владимиром Путиным. Позднее они посетили судостроительный завод «Звезда». Долгое время экономическое и политическое сотрудничество с Россией концентрировалось на ее европейской части, разворачиваясь главным образом в Москве и Санкт-Петербурге. Однако экономика Евросоюза буксует, а Восток поднимается, и Путин решил сфокусироваться на Дальнем Востоке. Дальневосточный федеральный округ с его природными богатствами вдвое превосходит Индию по площади, однако его население составляет всего 8 миллионов человек. Развитие региона оставляет желать лучшего. Таким образом, России нужна помощь Азии. А чтобы не впасть в чрезмерную зависимость от Китая, Путин пытается заручиться в Тихоокеанском регионе поддержкой других инвесторов. У Индии на Дальнем Востоке большие возможности. Этот богатый ресурсами регион открывает перед Индией, где явная нехватка энергии – большие возможности. Индия, со своей стороны, может предложить малонаселенному региону России столь необходимую рабочую силу. Вкладываясь в Дальний Восток, индийские компании получат выход на рынок, где им не придется конкурировать с западными фирмами. Наконец, страны рассматривают перспективы совместной добычи углеводородов на континентальном шельфе Арктики и на российском Дальнем Востоке. Вектор на Дальний Восток – попытка Москвы укрепить свое влияние в Тихоокеанском бассейне. В интересах Нью-Дели и Москвы сплотиться в вопросе безопасности Тихоокеанского региона. Индия – мощная держава в Индийском океане, и у нее есть интересы в Тихом океане. Россия – мощная Тихоокеанская держава, и у нее есть интересы в Индийском океане, отметил министр иностранных дел Субраманем Джайшанкар. Двусторонние отношения Москвы и Нью-Дели встречи Путина и Мади станет 20-й российско-индийской встречей на высшем уровне. Ожидается, что лидеры подпишут пакет соглашения о сотрудничестве в области обороны, торговли, энергетики и промышленности. Политических разногласий между странами нет, поэтому обсуждаться главным образом будут вопросы экономические. Творооборот между Россией и Индией составляет 11 миллиардов долларов, и страны нацелены увеличить обоюдные инвестиции и укрепить сотрудничество в энергетическом секторе. О прочности российско-индийских связей можно судить уже потому, что Индия, вопреки желаниям США, согласилась приобрести российские ЗРКС-400 на сумму в 5 миллиардов долларов. В 2015 году Россия и Индия заключили договор на 1 миллиард долларов о совместном производстве военных вертолетов К-226 в рамках инициативы сделано в Индии, однако реализация сделки многократно откладывалась. В марте этого года Индия и Россия запустили совместное производство автоматов АК-203. Встреча двух лидеров, по всей вероятности, придаст этим начинанием столь необходимый импульс. Кроме того, ожидается, что Мадия и Путин обсудят предложение о создании зоны беспошленной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом, ЕАЭС. Эта организация, в которую, помимо России, входит Казахстан, Киргизия, Армения и Белоруссия, появилась на свет в 2015 году для содействия экономическому развитию стран-членов. Ожидается, что эта уже обсуждавшаяся инициатива придаст толчок экономическим связям Индии с ЕАЭС. Наконец, переговоры могут коснуться обострения отношений Индии с Пакистаном из Аджаму и Кашмира. Восточный экономический форум в рамках трехдневного Восточного экономического форума, который начался 4 сентября, пройдет свыше 70 мероприятий, которые призваны укрепить международное сотрудничество в Тихоокеанском регионе и ускорить развитие российского Дальнего Востока. Премьер-министр МАДИ станет почетным гостем форума. Также ожидается прибытие министров из ряда стран, включая Китай, Южную Корею, Северную Корею, Сингапур и Индонезию. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.